Кыргызстан, приняв эстафету на проведение второго форума «Женщин стран Шанхайской организации сотрудничества», поставил перед собой вопросы, которые будут обсуждены делегатами, а это практические шаги по внедрению гендерного измерения, продвижение сотрудничества между странами ШОС, по расширению политических и экономических прав и возможностей женщин, по вопросам миграции, а также доступа к услугам образования, здравоохранения, правосудия и защите окружающей среды. «Женщины являются главной движущей силой устойчивого развития планеты. Создана новая площадка для обмена и сотрудничества между женщинами в рамках ШОС, для усиления взаимодействия и достижения совместного партнерства». В открытии форума также принял участие премьер-министр страны Мухаммед Калый Аблагазиев. По словам главы правительства, шанхайское сотрудничество направлено на создание мира среди наций, что является ярким примером для достижения дальнейших успехов. Премьер-министр сравнил участниц форума с такими известными личностями, как Индира Ганди и Курманджан Датка, которые остались в истории благодаря своему вкладу в развитие человечества. «Политика – это искусство жить вместе. В этом плане шанхайская организация сотрудничества – это пример плодотворного сотрудничества в сферах безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей, фастор стабильности и устойчивого развития не только стран-участников организации, но и всего евразийского континента». Исторически сложилось, что гендерное равенство в странах Азии практически отсутствовало. Однако в современном мире роль женщины все больше становится весомой. К примеру, в Кыргызстане действует закон, что прекрасная половина человечества должна принимать активное участие в политической жизни страны. Численность женщин в парламенте Кыргызской республики в процентном соотношении составляет 16%. В местных кенешах по всей стране количество женщин в общем соотношении составляет 10%. В муниципальных службах работницы от общего коллектива составляют 37%. В государственных службах 42% сотрудников являются представительницами слабого пола. «Сегодня женщины занимают лидирующие позиции в малом и среднем бизнесе. Ими возглавляются свыше 500 тысяч компаний. Благодаря этим мерам произошел рост экономической активности женщин и снижение уровня женской безработицы до 5,4% в прошедшем году». В свою очередь заместитель председателя Всекитайской федерации женщин Ся Ци отметила, что сегодняшний форум способствует сотрудничеству женских организаций, обмену мнений и опытом. «Мы должны вместе противостоять мировым вызовам и приложить усилия для их преодоления. В Китае число девушек-студентов превышает число мужчин-студентов. Также в Китае количество женщин на государственной службе превышает количество мужчин. Это явный показатель успешной работы женщин». Форум продлится два дня, в течение которых запланировано различного рода мероприятия для делегатов стран-участниц. Отметим, что в ходе обсуждения всех вопросов будет принята резолюция, которую направят главам государств-членов ШОС, четырем государствам-наблюдателям и шести странам-партнерам по диалогу. Напомним, что первый форум женщин-стран ШОС проходил в 2018 году в Пекине. Мерим Кубаныч Пек, Казаджилбол Дубайсаев, Новость Ошпери.